Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. И сегодня я расскажу вам о таком. Как устроен самый быстрый Макларен в мире. Ауди научилась дрифту. В Макларен рассказали о том, как устроен гиперкар Speedtail и почему его двигатель самый энерговооруженный в мире. Для тех, кто не в курсе событий, в 2018 году британский производитель представил миру свое новое творение – Макларен Speedtail. В компании крестили новинку термином Hyper GT. И это неспроста. Ведь максимальная скорость автомобиля составляет внушительные 403 км в час. Что делает Speedtail самым быстрым Макларен за всю историю компании. Самое любопытное, что в ходе испытаний гиперкару удалось достичь этой цифры 30 раз подряд. Что говорит о очень продуманной системе охлаждения. Но основная заслуга ложится на плечи двигателя. В движении Speedtail приводит гибридная силовая установка, состоящая из 4-литровой V-образной турбо-восьмерки и современного электромотора, разработанного с использованием технологий из формулы И. По сути, здесь используется та же концепция, что и у трекового Макларен P1. Только в отличие от последнего, бензиновый мотор Speedtail получил облегченную систему впуска воздуха, улучшенную систему охлаждения блока цилиндров и обновленную конструкцию поршня. В результате V8 выдает 757 лошадиных сил и 800 ньютон-метров крутящего момента. А если добавить сюда еще электромотор, то на выходе двухдверка может обеспечить отдачей в 1070 сил и крутящим моментом в 1150 ньютон-метров. Благодаря таким показателям автомобиль развивает скорость в 300 км в час всего за 12,8 секунды. В компании уверяют, что это самая энерговооруженная силовая установка в мире. На 1 кг ее массы приходится 11 лошадиных сил мощности. Такой высокой эффективности инженерам компании удалось добиться благодаря инновационному инвертору и передовой системе управления питанием и охлаждением. Но главной гордостью инженеров McLaren является новая цилиндрическая аккумуляторная батарея емкостью 1,6 кВт-час. В компании уверяют, что это самый передовой аккумулятор на сегодняшний день. Он чрезвычайно компактен и обеспечивает наилучшее соотношение мощности и веса среди всех аккумуляторов высокого напряжения, доступных на сегодняшний день. Удельная мощность этой батареи в 4 раза выше, чем у аналогичного варианта McLaren P1 и обеспечивает 5,2 кВт на 1 кг массы, а выходная мощность составляет 270 кВт. В качестве системы охлаждения используется диэлектрическое масло, в которое погружены ячейки. Благодаря такой конструкции отвод тепла происходит значительно быстрее и эффективнее, чем в других вариантах. В результате Speedtail очень вынослив и способен демонстрировать фантастические показатели на протяжении длительного времени. Увы, но в компании пока не раскрывают всех характеристик двухдверки, зато известна цена. Всего в компании выпустят 106 экземпляров уникального Hyper GT стоимостью в 2 миллиона 175 тысяч долларов каждый. Ауди научила свои электрокары дрифту. Давайте будем откровенными, но автомобили данной марки никогда не обладали возможностью поехать боком на асфальте, как это могут делать те же Мерседес и БМВ. Одной из причин является полный привод Quattro, который хоть и научился перебрасывать значительную часть момента на заднюю ось, тем не менее это не дает той свободы, которую может подарить классический задний привод. Да и политика компании при создании новых моделей очень проста. Безопасность на первом месте, а дрифт и безопасность – вещи несовместимые. Но с приходом электромобилей совмещать эти два понятия уже не так сложно. Ярким примером этого факта является первый электрокроссовер компании Ауди и Трон, который может обеспечить не только феноменальную устойчивость на дороге, но и поехать боком, когда это необходимо, о чем свидетельствует свежий ролик компании, который был снят, чтобы отпраздновать в этом году сорокалетие привода Quattro. Тем самым производитель продемонстрировал, насколько далеко зашли технологии. Подобное стало возможно благодаря новой концепции, основанной на трех моторах, что позволяет перебрасывать момент в любом соотношении и обеспечивает феноменальную тягу. А благодаря двум моторам на задней оси и новому поколению привода Quattro с векторизацией крутящего момента, автомобиль обладает небывалой маневренностью, несвойственной кроссоверам. Подобные технологии в компании собираются применять на всех будущих электрокарах с шильдиком S. Первыми представителями данной линейки окажутся и Трон S, и вариант в кузове Sportback. Обе модели должны представить до конца текущего года. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Если вам нравится то, что мы делаем, тогда подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И не забывайте о нашем инстаграме, ссылка на который есть в описании к этому ролику. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok